Намаскарам, Садхгуру! Мой духовный опыт имеет свои взлёты и падения. Иногда он спотыкается, а иногда он восхитителен. Почему происходят такие колебания? Духовный опыт спотыкается или вы спотыкаетесь? Наверное, я. Но даже практикуя всю эту кри-йогу, я чувствую это непостоянство. Иногда я спотыкаюсь, а иногда всё великолепно. Я чувствую, что жизнь прекрасна. Я не мог себе даже представить, что она может быть настолько прекрасной, пока не встретил вас. Что такое духовный опыт? Давайте начнём с этого. Вам нужно понять следующее. Это тело вы накопили за определённое время. Это так? Вы накопили это, да? Как это называется? Сабу? Сабу-алу? Как вы это называете? Такая еда, похожая на пушечные ядра. Сабу-дана. Итак, сабу-дана. Вчера я был в одном доме и рассказывал о том, как я в первый раз попробовал сабу-дана. Это было давно, в горах Сахиадри. Но не будем в это углубляться. Таким образом, всё это сабу-дана, то, что вы постепенно накопили. Неудивительно, что это кажется таким тяжёлым. Это то, что вы накопили. Всё, что здесь, это то, что вы накопили. Ваш ум — это накопление. Тело — это тоже накопление. Так что то, что вы называете собой, — это дух, если вам хочется его так называть. Значение этого слова было сильно искажено, поэтому обычно я его не употребляю. Но сейчас, раз вы используете слово «духовность», будем называть его дух. Итак, если в вашей жизни главный дух, тогда вы духовные. Если же ваша жизнь связана с телом, если она связана с умом, с тем, что вокруг вас, мы назовём вас материалистом, потому что всё это накопленные вещи. То, что вы накапливаете, может быть вашим, но никогда не может быть вами. Это всем понятно, не так ли? Да? Вы могли накопить камни или бриллианты, или что-то ещё. Они могут быть вашими, но никогда не станут вами. Поэтому, когда мы говорим «духовность», речь идёт о вас, не о мебели в доме. Потому что через некоторое время люди начинают относиться к вам как к мебели. тело похоже на мебель, чтобы мы могли сидеть или стоять, не так ли? Да? Ум — это другой вид мебели, чтобы делать что-то ещё. Но речь идёт не о мебели, а о вас. Таким образом, духовный процесс означает, что это касается вас, а не вашей мебели, не вашей собственности, не того, что вы можете набрать и потерять. Каково же переживание этого? Не будем пытаться дать этому переживанию какое-то описание. Я лишь хочу сказать, что суть в этом. Так почему же получается, что вся мебель на месте, а вы отсутствуете? Потому что в какой-то степени вы не знаете, что делаете. Кто-то выразил это сильнее, сказав, «Не ведают они, что творят». Несколько основных вещей, таких как еда, сон, продолжение рода, вы делаете как надо. Всё остальное привернулось с ног на голову. Понимаете? Вот почему, для того, чтобы вы могли испытать то, чем вы изначально являетесь, нам приходится устраивать весь этот балаган и подвешивать вас вниз головой. Если вы просто будете обращаться со своей жизнью так, как это необходимо, а не как вам навязывает общество, вы увидите, что духовный процесс будет присутствовать всегда. Никому не нужно будет учить вас или что-то делать для вас, потому что это вы. Это не что-то импортированное извне. Это вы. Не так ли? Это не что иное, как вы. Ваше тело получено извне. Сабудана. Или как там? Ваш ум получен извне, не так ли? Но то, что является вами, было всегда. Нужно ли с этим что-то делать? С этим ничего нельзя сделать. Слишком много Сабудана, поэтому давайте немного расчистим это. Итак, сейчас ваша жизнь сводится к вещам, которые вы набрали, а не к вам самим. Из-за этого всё и происходит подобным образом. Нигде в мире невозможно даже говорить об этом, потому что людей оценивают по тому, какую машину они водят, какую одежду они носят, какой макияж используют. Никого не ценят за то, какими они являются. Да? В основном. Поэтому не нужно усложнять. О, моя духовность, мой духовный опыт. Не делайте из духовности такого события, как будто вы отрастили рога. Становитесь просто жизнью. Проблема заключается в том, что вы пытаетесь стать кем-то особенным. И в итоге выглядите глупо. Просто будьте жизнью и увидите, насколько это прекрасно. Вы становитесь телом, умом, обществом, становитесь знаменитыми, становитесь ничтожеством. Кем только вы не становитесь, просто будьте жизнью, потому что это всё, то, что вы есть. Это всё, чем вы можете быть. Вы не можете быть чем-то другим. Забудьте обо всех этих высокопарных выражениях. Мой духовный опыт, мой обычный опыт. Такого не существует. Есть просто жизнь. Находитесь ли вы на поверхности или движетесь к основе. Вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok